МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Пример успеха. В Чебоксарах прошло окружное совещание по вопросу повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Преступление и наказание. В Шумуршинском районе начался процесс над виновником смертельного ДТП. Мастер перевоплощений. Актриса Чувашского академического драматического театра Нина Яковлева отмечает юбилей. Как улучшить бизнес-климат в республике? И привлечь больше инвесторов? Об этом сегодня говорили на еженедельном совещании главы Чувашии Михаила Игнатьева. Обсудили и стратегию освоения уже выделенных бюджетных средств до конца 2015 года. На прошлой неделе в столице Чувашии открылся завод по производству кабелей для немецких автомобилей японской компании «Фуджикура». Объем инвестиций превысил 260 миллионов рублей. Дальнейшая реализация проекта позволит привлечь в республику еще больше денежных средств. Вслед за «Фуджикура» и в республику могут прийти другие японские инвесторы. Мы тоже приехали проверять климат бизнеса общества. Вообще, насколько на сегодняшний день созданы условия для предпринимателей. И с этой точки зрения, дальше они тоже хотят сотрудничать, соответственно, открывать какие-то, может быть, производства с японскими предпринимателями, потому что им выгодно стало у нас работать. Республиканская казна пополняется не только за счет инвестиционных проектов, но и за счет средств федерального бюджета. В этом году было выделено около 5 миллиардов 400 миллионов рублей капитальных вложений. Это почти 90% годового лимита. Почти все деньги предназначены для реализации федеральных и республиканских целевых программ. Однако освоены средства не в полном объеме. А это грозит возвращением неиспользованной финансовой поддержки. Риск потери федеральных субсидий, на наш взгляд, существует по таким объектам, как реконструкция московского моста, строительство, обеспечивающей инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». В ответственных министерствах признают недостаточно эффективное использование выделенных средств. Но работа в этом направлении уже ведется и к концу года ситуацию обещают исправить. По реконструкции московского моста на сегодняшний день у нас подрядчик, в принципе, определен. Там есть моменты по ФАСу. Я думаю, что в ноябре месяце там полностью контракт будет подписан. И 182 миллиона, которые будут заполниваны в этом году, мы постараемся освоить. То, что касается строительства Айги, на сегодняшний день у нас получается там подрядчик свор. Из 14-15 миллионов освоение идет порядка 20 миллионов. И там тоже, также мы в этом году максимально сейчас ускоримся. И запланированные средства до этого года мы постараемся максимально все освоить. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поручил взять вопросы освоения средств под особый контроль. На совещании обсудили и вопросы финансирования капитального ремонта. Собираемость взносов от жильцов в последнее время возросла, благодаря тому, что люди увидели конкретный результат. Всего республиканской программой запланирован ремонт 272 домов. 264 уже готовы. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. В Республике продолжается работа над бюджетом 2016. Сегодня Михаил Игнатьев провел совещание, на котором обсудили проект республиканской казны. В совещании приняли участие депутаты Госсовета и члены правительства Чувашии. Обсуждали параметры бюджета республики на ближайший год, его доходы и расходы, особенно на социальную сферу и инфраструктурные проекты. Как заметил Михаил Игнатьев, совещание проводится для того, чтобы удостовериться, что все предложения, пожелания и просьбы жителей городов и районов, озвученные на встречах с избирателями, учтены. Подробнее о том, что представляет проект бюджета республики на следующий год, расскажем завтра. Спасибо за пример успеха. Такими словами начал замминистра строительства ЖКХ России Андрей Чибис окружное совещание по вопросу повышения качества услуг ЖКХ. Напомню, в пятницу федеральный чиновник прибыл в Чувашию, чтобы познакомиться с работой нового полигона твердых коммунальных отходов в Новочебоксарске. Андрей Чибис также побывал на предприятиях республики, а вечером провел совещание, на котором обсуждались вопросы инвестирования в жилищно-коммунальную отрасль. От совкового ЖЭКа необходимо уходить, заявил на совещание заместитель министра строительства ЖКХ России Андрей Чибис. Жилищно-коммунальное хозяйство должно быть современным и комфортным. И оно постепенно таким становится. Это уже не черная дыра, о которой мы привыкли многие годы говорить. И постоянно жаловаться на высокие потери, глобальный износ инфраструктуры. И постоянно, как плач Ярославный был. А сегодня это отрасль, превышающая по своему обороту 4 триллиона рублей, то есть ВВП некоторых европейских стран, эта отрасль готова к инвестированию. На совещании говорили о том, что сейчас на законодательном уровне делается много, чтобы в отрасль пришли инвесторы. Например, регионы могут устанавливать свои предельные индексы тарифов, если они объясняются инвестициями в отрасль, а это и новые программы модернизации, и утвержденные схемы тепло- и водоснабжения. Кроме того, скоро будет принят закон о возможности заключения договоров между ресурсниками и собственниками, минуя посредников, а это, в свою очередь, позволит снизить задолженность. Федеральное министерство составило рейтинг эффективности ЖКХ в регионах, и Чуваша в нем заняла третье место. Потому что все утверждены схемы тепло- и водоснабжения, все утверждены схемы водоснабжения, проведена работа по регистрации соответствующего имущества, то, что должны были сделать еще, напоминаю, в 2011 году. И мы видим, что в отрасль приходят игроки, которые вкладывают серьезные деньги. Вложенные средства консессионеры, управляющие компанией управления отходами – яркий пример государственно-частного партнерства в республике. И этот опыт будет и дальше распространяться в отрасли. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, они всегда возмущали население, возмущают, и будут возмущать, конечно, если мы не будем заниматься этими вопросами. Я благодарен федеральному центру за то, что нам оказали содействие по инфраструктурному проекту. Мы привлекли вместе с дорогой почти 10 километров на полигон ТБО 614 миллионов рублей. В республике государственно-частное партнерство работает успешно не только в отрасли ЖКХ. Примеры тому и проект «Скорая помощь» и «Гемодиализный центр». Сейчас в разработке еще несколько проектов. В других регионах ПФО также есть успешные практики в разных сферах. В Мордовии реализуется работа по строительству полигона ТБО совместно с германской компанией «Ремондис». В 2011 году между Республикой Мордовия и компанией «Ремондис» Германия было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в плане работы по обращению с твердыми бытовыми отходами с перспективой строительства мусороперерабатывающего завода. Понятно, что компания интересует прежде всего тарифы и нормативы. На совещании также затронули вопрос о законодательной базе в области регулирования тарифов и инвестирования в сферу ЖКХ. Подводя итоги совещания, Андрей Чебес еще раз заметил, что ЖКХ сегодня – огромный рынок, который может и должен стать прибыльным для государства и инвестора, и комфортным для населения. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. На 67-м году жизни скончался Михаил Быков, бывший заместитель директора агрегатного завода, заместитель руководителя одного из департаментов концерна «Тракторные заводы». Михаил Петрович был депутатом Чебоксарского городского собрания Государственного совета республики. В последнее время, после выхода на пенсию, он работал в фонде «Культура» у Никиты Михалкова. В Шамуршинском районе начался процесс над виновником аварии, которая произошла в августе этого года. Она унесла жизни четырех местных жителей. Водитель уже признавался в том, что совершил наезд на людей и попросил прощения у родственников погибших. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Таких мер безопасности в этом зале суда не предпринимали давно. Чтобы уберечь виновника ДТП от самосуда, на протяжении всего процесса его охранял усиленный конвой. Эта авария произошла здесь, на въезде в районный центр. Следователи установили, что Валентин Кузьмин сел за руль под шофе. Пытаясь обогнать грузовик, он на большой скорости выехал на обочину, по которой в этот момент передвигались пешеходы. Четыре человека погибли, членов семьи Михайловых. Остался только единственный сын Артем. Добыты дополнительные доказательства по поводу виновности данного водителя. Семилетнего мальчика, который в одночасье остался сиротой, сейчас воспитывает родной дядя. В той аварии Артем спасся чудом, но ему еще предстоит перенести сложную операцию на руке. Ребенку до сих пор оказывают психологическую помощь. Погибшую семью в Шимурше знали многие жители. Алексей Михайлов владел салоном красоты, его супруга работала оператором в местном отделении банка. Вместе с ними в тот злополучный день под колесами машины погибли их младший сын и бабушка. 1 августа для Алексея, моему брату, братишке, исполнилось 38 лет. 1 августа. 2 августа они пошли на крестин к сестре Оле, старшей сестре Оле. Она четвертого сына родила. Они крестили сына, они на крестинах были. После крестины вот эта трагедия такая случилась. В суде начали опрашивать свидетелей ДТП. Его виновник утверждает, что в тот день он не выпил ни грамма алкоголя. Правда, все факты говорят против него. Многие жители села помнят, что Валентин Кузьмин уже отбывал срок за смертельным наездом пешехода. Хотелось бы, чтобы для всех водителей данный эпизод был назиданием в жизни. К сожалению, для Кузьмина, который совершил данное преступление, оно не явилось уроком. Приговор Валентину Кузьмину планируют огласить на этой неделе. Адвокат погибшей семьи попросит назначить ему реальный срок в виде 9 лет лишения свободы. Дмитрий Ковалев, Алина Алтухова и Игорь Зверев, Республика. Когда у большинства жителей столицы выходные, у сотрудников полиции самое горячее время. Наши корреспонденты вместе с группой задержания отправились на ночное дежурство. Все ли спокойно на улицах, узнавала Екатерина Куприна. Уже 62 года отдел вне ведомственной охраны оберегают не только собственность и недвижимость граждан, но и их покой. Именно эти люди выезжают на место, где сработала сигнализация или откуда поступил сигнал с кнопки вызова полиции. Журналисты смогли попробовать себя в роли полицейского, став участниками акции под названием «Беспокойной ночи». С нами провели инструктаж, рассказали, как вести себя в непредвиденных обстоятельствах и выдали бронежилеты и каски. Все эти правила полицейские знают наизусть, но приказ на заступление зачитывают каждую ночь. Равняюсь! Смирно приказываю вступить на охрану общественного порядка в городе Чебоксары, также несение службы по охране объектов в квартиру собственнику по договорам, принесение службы, строго соблюдать законность, вежливое культурное обращение с гражданами. Налей! О! На выходе шаг на марш! Ровно в 22.00 журналисты вместе с сотрудниками полиции выехали на патрулирование. Казалось бы, кому захочется выйти из теплой квартиры, когда на улице мокрый снег и холодно. Но не прошло и получасу, как один из полицейских заметил пьяного мужчину, который не держался на ногах. Пока сотрудник полиции пытался выяснить фамилию и место жительства мужчины, его напарник вызвал скорую. При обязательном осмотре на лице были замечены синяки и гематомы. Работа идет слаженно и оперативно. Прерывать патрулирование больше, чем на 20 минут, нежелательно. Тут же поступает сигнал кнопки вызова полиции из развлекательного центра. По предварительным данным, там драка. Но наша машина на вызов не успеет. Туда выезжает ближайшая группа задержания. Всего патрульных машин по городу 12, по 4 в каждом районе. Порой на сигнал тревога приходится вызывать все машины, но такой форс-мажор для нашего города редкость. Главное в любой ситуации сохранять хладнокровие и выдержку. Если мы будем бояться, то не сможем задержать правонарушителей. Правонарушители должны бояться нас. А почему вы решили пойти в полицию? Ну вообще это мечта была с детства. Чувство достоинства, потом желание, чтобы было все в порядке. Да и вообще просто хотелось стать милиционером. Ну сейчас же полицейским. Ночь выдалась относительно мирной. Видимо, погода сыграла свое. Количество задержаний в самую беспокойную ночь недели может достигать до 20 случаев. Но пока сотрудники полиции выполняют свою работу, жители города могут спать спокойно. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В выходные в Чубаксарах прошел фестиваль журналистов в месте Медиа при Волжье. Возникший 15 лет назад, как профессиональный форум радийщиков, за это время он расширил тематические и профессиональные границы и стал площадкой не только для дискуссий, но и для выработки стратегий. Лет 80 назад, когда радио только появилось, газетам прочили забвения. В 1960-х годах, после первых телепередач, заговорили о скорой кончине радио. Сегодня и телевизионщиков пугают интернетом. Однако ни 80, ни 50 лет назад, ни сейчас, ни одно из этих СМИ не сдало позиции. И вряд ли это вообще произойдет. Особенно сегодня, когда половина населения страны большую часть жизни проводит в дорожных пробках. Какой медиа может заменить радио? Ни интернет, ни телевидение, ни газеты, никто. Поэтому радио было, есть и будет. В этом сомнений нет никаких. Однако конкуренция была и остается чрезвычайно высокой. И в борьбе за читателя, зрителя и слушателя отнюдь не все средства хороши. Есть только один проверенный способ быть интереснее, оперативнее, насыщеннее, одним словом, профессиональнее, чем другим. Именно секретами мастерства корифеи эферы делились с молодыми и перспективными. К примеру, как можно и нужно расположить к себе собеседника, чтобы он охотно поделился не только информацией, но и эмоциями. Я вчера был на утреннике, съездил на минут 40 к внуку на утреннике. Посвященному утреннику было осенью. Так прекрасно ребята выступают. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чуваши Александр Иванов с удовольствием согласился на Блиц-интервью с известным ведущим. Отметив, органы власти республики заинтересованы в широком и объективном освещении их деятельности. Это основа для конструктивного диалога с обществом. Такие форумы, как «Вместе.Медиа» очень способствуют тайковому развитию событий. Всего в программе фестиваля было 11 мастер-классов с известными журналистами, на которых побывали более 100 человек из разных городов Поволжья. Елена Гальперина, Рассиль Мухаммедов, Республика. Сцену любого театра невозможно представить без яркой звезды. В Чувашском драматическом одна из них – актриса Нина Яковлева. Народной артистке России Чуваши исполнилось 75 лет, 55 из которых она посвятила театральному искусству. Знаменитая бабушка Праски с блистательным шпагатом, мать Ситнера в постановке Нарспи, баба Яга – Ильинишна в Тихом Доне. Образы Нины Яковлевой можно перечислять долго. Она играет как комедийных, так и драматических, сказочных персонажей. Еще юной выпускницей Российского университета театрального искусства ГИТИС она с успехом перевоплощалась в старух или мальчишек. Талант известной актрисы хорошо известен зрителям не только Чуваши, но и многих других регионов России. Счастлив тот театр, который имеет таких актрис. Ей подвластны все жанры. Абсолютно, вот я говорю это, и трагедии, и комедии, и фарс, и гротеск. Она может все преодолеть, все может освоить и преподнести зрителю в тонкой художественной форме. Она владеет замечательным вкусом, природным вкусом, даром. И ее искусство, я думаю, что не только замечает зритель, а любит. Образы Нины Яковлевой отмечены премиями на многочисленных российских и международных театральных фестивалях. За лучшие эпизодические и женские роли она не раз становилась лауреатом театрального конкурса «Узорчатый занавес». Немало известных театроведов и критиков написала отзывы о ее творчестве в литературных журналах. На самом деле с ней работать на сцене для любого актера театра – это поистине, на самом деле, удовольствие и наслаждение. Я лично сам много раз играл и играю с ней на сцене как партнеры. И мне просто-напросто я получаю колоссальное удовольствие от игры с ней. А многие актрисы театра, естественно, глядя на нее, стараются достойно стоять на сцене рядом с Ниной Михайловной Яковлевой. На юбилейный вечер поздравить актрису пришли все артисты столичных театров. Кости из Татарстана, земляки из Урмарского района и, конечно же, ее любимые зрители. По призванию родителей заниматься любимым делом, актриса всю жизнь посвятила сцене. Театр никогда не учит плохому, он помогает людям жить. Отдавая часть своей души, артисты ежедневно стараются для зрителей и радуются, когда ценят их работу, отмечает Нина Михайловна. Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Бон Антаган – так приветствуют друг друга на языке международного общения эсперантом. С какими еще языками можно было познакомиться на Чубаксарском фестивале – в нашем сюжете. Чем больше иностранных языков ты знаешь, тем интереснее и насыщеннее твоя жизнь. Эта закономерность действовала еще в древние времена. Посланникам, изучавшим новую страну и устанавливающим с ней отношения, всегда сопутствовали толмачи. Уважение к чужому языку и обычаям – один из самых эффективных дипломатических приемов, тем более, что люди, изучающие другие языки, преисполнены самого искреннего восхищения и к другой культуре. Мне всегда было интересно, приятно, как звучит речь на любом языке, будь это английский, французский, итальянский, испанский, японский или марийский, мордовский. Я просто в дикий восторг меня вводила, то есть просто когда я слышал ее речь, которая мне была непонятно, незнакома. Мне хотелось понять, и я каждый язык воспринимал как музыку. Но каким бы сильным ни было увлечение дальними странами, человек не должен забывать о своих корнях. Язык, конечно, самое главное – коммуникативное средство, но не только. Он – основа формирования личности. Материнский язык, какой бы он национальности ни принадлежал, является основой для раскрытия генемического хода ребенка, для формирования его личности. Именно материнский язык является основой, на котором формируется все остальное – и воспитание, и обучение, но самое главное – основа для изучения других языков. Чебоксарский фестиваль языков – родоначальник подобных лингвистических форумов по всей России. У нас он проходит в 20-й раз, в Москве, например, только в 10-й. Если бы не смелость и дерзость Александра Блинова и Чувашской ассоциации эсперантистов, мы бы никогда на это не решились. С каждым годом увеличивается не только количество участников фестиваля – полиглотов, студентов, тех, кто решил изучать иностранный язык, но еще не выбрал, какой именно. Для последних и проводятся презентации. Приветствую вас. Ола. Ола – это универсальное приветствие на португальском языке. Значит, здравствуй, здравствуй, дешевле и так далее. На 20-м фестивале в Чебоксарах можно было познакомиться с 45 языками. Именно столько презентаций прошло за два дня. По-льбовски так написано. По-льбовски так написано. По-льбовски, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Ну, по-трибовски, я не могу, я не могу, я не могу. Ирина Гальперина, Олег Якимов, Республика. Блестящий паркет, сотни грациозных пар, кружащихся в вальсе. Огни столицы. Именно так называется фестиваль спортивного бального танца, который прошел в Чебоксарах. Организатор фестиваля – танцевальный спортивный клуб «Стиль». От Ижевска до Саранска, от категории «Дети ноль» до молодежи и взрослых. 33 клуба, 17 городов, 9 регионов. А в целом более 400 пар соревновались между собой за звание лучших танцоров межрегионального уровня. Ишкар-Алах, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск. География конкурса довольно обширна. Конкурс полоходит замечательно. Очень рад за организаторов, прежде всего, за клуб, у которого юбилей в этом году, танцевальный спортивный клуб «Стиль». Хороший уровень танцоров. Чебоксаров всегда был хороший уровень. Тем более, что приехало много спортсменов из 8 регионов или даже из 9 регионов. На суд зрителей были представлены вариации венского вальса, фокстрота и квикстепа, танго, румба, самбо, фасадобля, ча-ча-ча и джайва. Турнир по массовому спорту проводится вот уже в 11 раз. Но к этому фестивалю коллектив «Стиля» готовился особенно тщательно. «Огни столицы» 2015 приурочены к 20-летию клуба. Замечательнейшие пары. Приехали коллеги судейские, такая, что это все люди, которые просто любят больный танец, они просто прям вот серьезно относятся к нему. И оценки этого турнира, вот насколько я знаю, вижу, смотрю, анализирую, да, и вижу, что они очень адекватные и очень приятные. Для Никиты и Саши участие в турнирах далеко не в новинку. За свои 10 лет существования пара уже не раз принимала участие в подобного рода чемпионатах. Когда публика тебя поддерживает, у тебя само идет как бы из души. Это все происходит, ну, от души, да. Когда танцуешь, ты чувствуешь этот танец прям в каждой частичке своего тела, и хочется показать все на все, на что ты способен. А у Полины и Антона все еще впереди. Ну а пока они гордо держат первые награды, учатся уживаться в паре и с огромным удовольствием танцуют. В турнирах очень постарались, как все украшали. Мне понравилось. Уже у меня там выбросы энергии, мне нравятся, а в Венске мне нравится, как это надо будет делать. Терпение, серьезный труд и немало времени. Однако для того, чтобы оказаться на пьедестале, этого недостаточно. Пожалуй, истинную цену, в прямом смысле слова, всему этому великолепию знают только родители. В этом элитном виде спорта мама и папа не только болельщики. Они и парикмахеры, визажисты, стилисты. Как будто сама я там выступаю сейчас. Бар, пот, выступает, нервы, слезы даже иногда. Очень волнительно. Мы хотим стать чемпионами мира. Поэтому будем стремиться. Наши спортсмены показали себя достойными соперниками. Небываемые просто. Свой турнир, мои стили. Не ожидали. Очень понравилось танцевать. Паркет очень хороший. Даже очень понравилось все. И первое место очень неожиданно. И прям очень приятно. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Это все новости понедельника. Увидимся завтра в эфире национального телевидения Чуваши. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова